Я читаю десятую главу из четвертой книги царств. Они испугались чрезвычайно и сказали, вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять? И послал начальствующий над домом царским и градоначальник, и старейшины, и воспитатели к Иую сказать, мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай. И написал он к ним письмо во второй раз такое, «Если вы Мои и Слову Моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко Мне завтра в это время в Израиль». Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их, семьдесят человек, и положили головы их в корзины и послали к нему в Израиль. И пришел посланный и донес ему и сказал, принесли головы сыновей царских, и сказал он, разложите их на две груды у входа в ворота до утра. По утру он вышел и стал и сказал всему народу, вы невиновны, вот Я восстал против государя Моего и умертвил его, а их всех кто убил? Знаете же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое Он изрек Адом и Ахава. Господь делал то, что изрек через раба своего Илью. И умертвил Иуй всех оставшихся из дома Ахава в Израиле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при Беф-Якеде, пастушеском, встретил Иуй братьев Ахозии царя Иудейского и сказал, кто вы? Они сказали, мы, братья Ахозии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни. И сказал он, возьмите их живых. И взяли их живых, и закололи сорок два человека при колодезе Беф-Якеде, и не осталось из них ни одного. И поехал оттуда и встретился с Ионадавом, сыном Рихавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему, расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Ионадав, да, если так, то дай руку твою. И подал он руку свою, и принял он его к себе в колесницу, и сказал, поезжай со мною, и смотри на мою ревность, о Господе. И посадили его в колесницу. Прибывший в Самарию, он убил всех оставшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его, по слову Господа, которое он изрек Ильи. И собрал Иуй весь народ и сказал им, Ахав мало служил Ваалу, Иуй будет служить ему больше. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его, и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу, а всякий, кто не явится, не останется жив. И Иуй делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иуй, назначьте праздничное собрание ради Ваала, и провозгласили собрание. И послал Иуй по всему Израилю, и пришли все служители Ваала, не оставалось ни одного человека, кто бы ни пришел, и вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. И сказал он хранителю одежд, принеси одежду для всех служителей Ваала, и он принес им одежду. И вошел Иуй с Ионадавом, сыном Рихавовым, в дом Ваалов, и сказал служителям Ваала, разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала. И приступили они к совершению жертв и всесожжений, а Иуй поставил вне дома восемьдесят человек и сказал душа того, у которого спасется кто-либо из людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося. Когда окончено было всесожжение, сказал Иуй скороходам и начальникам, пойдите, бейте их, чтоб ни один не ушел. И поразили их острым меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалово. И вынесли статуи из капища Ваалово и сожгли их, и разбили статуи Ваала, и разрушили капище Ваалово, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуй Ваала с земли израильской. Впрочем, от грехов Иераваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Иуй, от золотых тельцов, которые в Вефиле и которые в Дане. И сказал Господь Иую за то, что Ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Охавовым все, что было на сердце у меня, сыновья Твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевым. Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иераваама, который ввел Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян и поражал их Азаил во всем пределе Израилевым. На восток от Иордана всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Монасина, начиная от Ароера, который при потоке Арнони и Галаад и Васан. Прочие об Иуе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его написано в летописи царей израильских. И почил Иуй с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иохааз, сын его, вместо него. Времени же царствования Иуева над Израилем в Самарии было двадцать восемь лет. Времени же царствования Иуева над Израилем в Самарии.